СЦ2 ТВ, РУ, вот портал. Это он про нас, может, писал. Может быть. В общем, запись пошла, начинается игра второго тура. Что за дела? Кто-то не знает, кто такие мы, я думаю, что я не понимаю. Тут не надо писать. Ладно, всё, пошутили, пошутили и хватит. В общем, второй тур национальных отборочных в Украине. Играет зерлок против Ukraine Star. Да. BBQ. А почему у него такой никнейм, не знаешь? Слушай, я не знаю. Тянул и на втором своём аккаунте, попадался и не знал, что он и рандомом его наказывал. Что же ты делаешь с микрофоном? Не делай так больше, никогда. Хорошо. Я его поправил немножечко. Понял. Так, мы уединиться, смотрим, что там, как. Хотя всё и так ясно пока что. Да. Как называется карта? Ты помнишь? Нет. Это ладерная. Такая не очень, мне она нравится вообще. Ты на ней играешь? Ну да. Я не вычёркиваю ничего там, если ты прави. Угу. Не вижу особого смысла в этом. Если там есть, а зачем, то есть, ладно, даже для тренировки. Да и, то есть, просто она мне не очень нравится, но... Каких-то там особых преимуществ, непреимуществ, там, против зерга, там или где-то. Ну, на ней нет, собственно говоря. То есть, обычная, стандартная такая, не супер большая карта. То есть, застройка здесь такая же, как на многих от зерга. Ну, то есть, два пилона и три здания. Ну, вообще, она опасная такая застройка, то есть, нельзя юнитов при ней терять, как на ОЦГ вот у меня произошло. Так, ну, Украинстар это экспо, это понятно, то есть, он по-другому обычно не играет. А от агрессии он катает рабов. Здесь же наверняка есть хорошие места, чтобы бункер поставить. Вот, например, клевое место слева от рампы, чтобы завести. И вот бункер сверху, хоп, снизу под этим поставить чик. Ну, да, вообще, ну, это как бы тоже, это же изначально обычно никто не планирует. То есть, спонтанно, если выйдет, вот, то да. Да, плюс, ну, стрелок не такой игрок, прям, чтобы такие делать. У него как-то больше все на плане игры строится, чем на микромоментах каких-то. И какой у него план, как ты думаешь? Ну, не знаю, может, у него какие-то, он как бы в плане стратегии очень такой продвинутый, в плане того, что он может придумать много всяких штук различных. И вот здесь вот до депо, я смотрю, завод, то есть, по-хэппи-вски гелионы, типа того что-то. Вот, ну, видимо, он просто тоже знает, что этот эксп любит, и поэтому так делает. Ну, я не думал, что стрелок так делать будет, но, видимо, считаешь так нормально. Да, гелионы. Все, я не заметил, что он газ раньше времени строил по этому поводу, что... Переводит рабов, да, сейчас стрелок заходит на мейн, две собаки встречают ксм-ку, которые даже не пытаются там пробежать куда-то дальше, потому что, ну, по таймингу еще рано там что-то, какие-то здания строить. И здесь у нас космопортик, то есть, это геленый и баньши, играет хэппи, да? Ну, не хэппи, хэппи-то не так делают. Второго газа нет, баньши без инвиза будут. Ну, это такой, в общем-то, пуш, это кспа. То есть, тут собака пробегает и заметит ли, успеет ли стрелок поднять, не успевает. Ой-ой-ой. Лоу. И это палево, и он буквально все увидит, и увидит, что это баньши, увидит, что баньши без инвиза. Ну, это, ты видишь, это лан вообще, то есть, стрелок обычно успевал, ну, такие темы сделать на лан, не всякое бывает, но... Гелеоны заехали. Да, и они сейчас, кстати, убьют рабочих. Минус уже один, пытаются не кучковаться. Ну, три, ты точно должны убить. Да. Так, и еще два проезжают, сейчас просто будет беспредел на мейне. Ой, ну, там собачки есть, но собачки не будут. О, еще нет, да, и... Оп, сейчас они просто... Ой-ой-ой, все в линии. Да, это, это, считай, что джи-джи, то есть, когда это... Тут, ну, вообще, нет, ой, как раз, смотришь. Валерик, ты, Валерик. 13 киллсов, парабам. Сейчас можно спокойно заезжать. Шесть, шесть гелеонов, и... То есть, тут собаки, еще не факт, что их убьют вообще вот эти. А, точнее, факт, что гелеоны убьют собак, скорее всего, и... Ой-ой, как сейчас они... Ой, как он мимо пробитает. Ой, какой маневр, ты видел? Да-да-да. Хороший контроль от стрелка, очень хороший. Минус все собаки, минус все рабы на мейне. В общем, это джи-джи, этот гелеонов, я вообще не знаю, как этих убить, в принципе. Их не убить-то они как сейчас будет. Они продолжают там по парам приходить снова. Они убьют Квену и... Убьют собак. Ну да-не, ну тут стрелок уже чуть-чуть недоконтролил, и... Вот эти два отдаются. Ну, еще два сейчас могут заехать. Ну, тут по рабочим лоу, по лимиту лоу и банша, и... То есть, он накопит сейчас пару баншей, прилетит просто и убьет Квену. Или даже с одной из этой вместе с гелеонами. Ой, отдаются два гелеона, очень жаль, но... Тем не менее, преимущество все равно огромное. Сейчас у тирана... Вот, он разводит с баншой собак. Оп, и... Да, вот тут одна Квена всего и там, и здесь, смотри, у нее нет ХП. Сейчас банша прилетит и убьет до стрелок, специально знает, что у той мало ХП. Идет на мейн, и энергии это 40, у которой нет ХП, к сожалению. Поэтому... Минус Квена. Минус рабочих, парочку. Ну, это так. 15 штук в минус. Минус один, минус один, ну... Ну, в общем, тут не выиграть уже. Зергул, это понятно, что... Ну, пусть... Надо скорее начинать следующую игру, чтобы была интрига. Хоть какая-то, блин. Оп. Подгрызает гелеонов, но собак убирает. Оп, смотри, как прикольно. Четыре собаки зажали. Ну, это в первом Старкрафте и в Варкрафте было сложно четырьмя юнитами окружать. Здесь они фактически все сами делают. Ну, они сами, да-да-да. То есть... Ну... Старкрафте-то первым нереально все такое было вообще, в принципе, делать. То есть... Так, и, кстати, добьется от Баншей сейчас вот Крайнстар. Если бы добил ее, было бы вообще, может, шанс бы какой-то долоит хотя бы. Хотя... В принципе, то есть у него 20 на 30... Не, это нереально. То есть ему надо сейчас чисто заказывать рабочих, и он зачем-то... Вот зачем он столько собак? Он думал, может, еще гелеоны будут заказал. Непонятно. То есть... Вместо вот этих собак... Там ничего нет? Ну, пробить никак. Там три марика, как же нет. То есть там кто-то один разок поговорит. Да. Скоро сичпай. Ну, хотя... Вот это все с собаками не поговорило бы, если бы не забежали бы. Но... Тем не менее, тут заказано просто сесть мариков. Бараки, блин, в одном. Стрелка скопилась в большое количество ресурсов. Да, он поэтому показал много там в одном. Ой-ой-ой, опасный момент, опасный момент, если бы он... Нет, теперь... Теперь уже тут много очень мариков. Танк не съел бы, да, думаешь? Нет, конечно, тут уже сколько их? Восемь или... Да, восемь штук. Там было 16 собак, там 8 мариков и танк. А зерг-то отстроился уже? Рабов уже... Ну, у рабов меньше, но все равно... Да, довольно странно. Это печально для зергов, все равно. Лимит очень хороший. Пошли весь тимпак, пошли щиты, то есть доделываются щиты, и стрелок выйдет просто. Сейчас ему бы ешечку бы заказать для огну, или он просто выход будет сделать. То есть тут уже преимущество очень жесткое захвачено, остается его реализовать, не ошибившись как-нибудь жестко. Так, Хайрлинг покидает, что тут понятно все, видимо. Может быть, какой-то, кстати, матч интересный начинается, поэтому он покинул игру. Вайтра, может быть. Да, вот это неплохо было узнать, что здесь уже все ясно. То есть как бы здесь сложно будет что-то за арку сделать. А, сейчас начнет. Сек, ведем к Вайтре. Выходим? Да, выходим. Ну тут реально все понятно. А там Вайтра с Андердарком и... Ну да, это интереснее. Хоть и ПВП, но это реально два сильных игрока и... Запрыгивай. Человек через тебя. Да, да. И реально, то есть у них необычный стиль будет 100%. Это я гарантирую, что никто из них особо блинг никогда не играет, не умеет. То есть у них такой, другой будет стиль игры, макро. Вот и... Ну хотя, может быть, Андердарк, я не знаю. Столько стримеров. Столько... Столько комментаторов. Это круто. Есть выбор. Так, ну стрелок, понятно, что там первую игру возьмет. Дальше видно будет. Может мы успеем и... Ну ладно, это лучше не загадывать. В общем, у нас по голосованию как раз матч Вайтра против Андердарка, он занял как бы второе место, 36%, после матча Касса против Альфа. Но учитывая то, что Касса еще даже не онлайн, то есть этот матч реально ждут очень многие. И... Касса против Альфа? Да. Нет, в смысле, вот этот вот, Андердарк против... Да, это же... Слушай, а ты гарнитур не можешь подключить? У тебя есть гарнитура? Да нет, все нормально. Руками своими корявыми тут все на столе, капашу. Так что больше, я думаю, такого не будет. Но на ушах микрофон там как-то он не очень сейчас. Ну, не именно крепление разболталось, там ты понимаешь, как бы так вот упал. Ясно, понял. Ну хорошо, смотрим Андердарк Вайтра. Да, поехали. Андердарк голубенький, Вайтра красненький. И что-то тут, блин, Firelink. Firelink покидает игру. Ре, не та карта, что ли? Я не знаю. А, типа Firelink позвать, типа, что ли. Видимо, там о них договоренность, о стриме, я не знаю, что это было. Видимо, его... Ну, не он вышел, а его выкинуло, видимо, просто. Так, я пока через свой профайл. Астролог там начал уже следующую игру, на карте Платуша Курас. Я присоединяюсь к игре, к Вайтре. Присоединяюсь уже, да? Да, уже там. Так, где же ты тут, ё-моё. Вижу, вижу. Блин, народ столько накопилось. Не понял. Удалить из списка друзей написано. А, у меня есть Вайтратор, кто просто мне по мылу, надо будет ему написать, взять мыло. Что это там опять случилось? Мы ту карту создали. Ой, как же сложно-то всё, а. Да, ну ничего страшного. Так. Да, ну ничего страшного. А, ну ничего developments, косSE. Пытается добиться там от одного товарища, а Линка на стрим. Да может он не знает где его взять, если он даже есть. Взял. Оказывается он настоящий. Только что включил. Ну хорошо, так товарищ, нет все, все, никакие не товарищи. Начинаем смотреть игру. Только не начинаем, там Хайлинг все еще в игроках числится. Тодд входит в игру? Нет, нет. Хэллоу Тодд, хай хай. Это ВЦГ ЮА. Good luck boys. И выходит из игры. Андердарка ждем, вот его приглашают снова. Посмотрим, согласится, не согласится. Али. Да, он заходит. Отлично. Поменялись, протаса поставили. Протас рекомендует. Поехали. 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 Пвп шатрит тампу. Ну это, кстати, прикольная карта для лайтры. То есть он, учитывая, что он вообще редко я видел, чтобы через блин играл в последнее время. То есть он, возможно, будет какие-то делать с призмой дропы здесь или что-то в этом роде. Особенно на ближних позициях. Вот они ближние. По воздуху как раз вайтера красный. Андердарк синий. Угу. Да, любопытно, какие тактики я заготовил. Потому что зеркалка это такая, да, весьма-весьма. Андердарка чуть быстрее строится рабочий каким-то образом. Да, есть такое. На одну секунду, но быстрее. Ну это значительно за так, учитывая, что 40 секунд игры прошло. При этом никто не заворачивается. Первого заказал. Опа, Андердарк косичнул с рабочими, сейчас ты видел, да, все видели. В первом Старкрафте, конечно, было бы пожёстче после такого завтыка. Ну, как сказать, здесь, если вместо вот этого установить на вот эти две ближние кучки, четыре рабочих, то есть вот пока их штук семь, восемь, и вот ты так сделаешь, это просто будет ужасно, как бы, блин. То есть на 50 минералов где-то будут потери по... Нет, 50 много, но где-то 30 вот так вот. То есть здесь по 5 носится, и 30 это значительно очень здесь будет. Пошла первая разведка, гейты. Ну, это ж... Нет, в итоге White Ray чуть быстрее стал рабочий из-за этого. Косичка. Бывает. Ну, это в принципе не проигрыш, и если так происходит, главное на это не запариваться. Ну, что я говорю, я готовился к ОЦГ. В... Ну, вот хоть и Grandmaster, да. Ну, я не знаю, попадаются там разные. Просто я один раз сидел в винде, захожу, и 28 секунд игры идёт. Я думаю, ну ладно, попробую. И убил какого-то просто чувака. Угу. У меня было 28 секунд. В PvP. Да, это сильно. Дон потом расстроился очень сильно. Так, пошло ядро у UnderDark, оно чуть побыстрее, но... Угу. Это всё фигня. Рабочих одинаково. У White Ray, правда, сейчас будет больше на одного. То есть он, видимо, в 13-ом заказывал гейты. Да, там у него... У 19-ой и 13-ой разница была. Вот. И поэтому у него настолько быстрее рабочий. Хотя сейчас вот с бустом сравнялись они. То есть White Ray не потратил сейчас буст, но он потратил его до этого ещё. Ни один, ни другой не будут раз из 4 гейтов. Уже это понятно по второму газу. Да, да, да. И я говорю, это такой стиль у них и... Ну, вообще это, то есть, как бы... Какая тема в последнее время. Ну, вот учитывая то, что 4 гейтов частенько Буала проигрывал. То есть, ну... Так вот опрометчиво, конечно, делать. Может, через два барака это можно отбить, но всё равно это очень напряжно. 4 гейта, когда вот так вот чисто... Не два, а три буста вначале тратишь и сразу второй газ ставишь. То есть, у тебя гораздо позже варп, гораздо там всё позже и... По крайней мере, выиграет тот протас, который будет показывать, что он якобы делает 4 гейта. Прогоняет рабочего, ставишь газ, там пилон, то есть, третий как бы... Третий лучше незаметно, чтобы по лимиту не было, ну, рабочие, чтобы не отставали как-нибудь. И... То есть, там гейты ставишь какие-то, рабочие это веи, думаешь, там пуш, а ты просто два буста тратишь на рабочих. Делаешь здание для блинка, допустим, выходишь пятью сталкерами, проверяешь, что там, смотришь, ну, то есть, много ли там сталкеров, блинк ли там или нет. То есть, ты оттуда уже пляшешь, смотришь, как там и что, у тебя больше рабочих. То есть, и... Если там не много сталкеров, ты сразу же ставишь экспо, вообще сразу же. Вот, и в экономике выиграешь, там много сталкеров и там блинк, то... Вообще, у меня получалось отбиться и... Даже после экспо от этого, но лучше понадежнее, как бы, побольше сталкеров построить. Внимание, обратите, друзья, на Robotics и Darkshine. Да, да. Разница по стратегиям очень жесткая и... Да, и White Rack, каким-то образом, тут не очень угадывает в этом плане, то есть, он... В разведке было ноль вообще, то есть, они видели только сталкеры. То есть, как он... Не знаю, почему он так решил, играл ли он с Underdark, то есть, я понимаю, в чем его политика, то есть, он думал, наверное, что там блинк какой-нибудь или, но... Вообще, Underdark это редко, в исключении дело. У него всегда была стратегия такая, то есть, через колоссов там. А дальше, смотри, еще дальше стратегия различаются. White Rack собирается с Дарками поставить Эксп, а там Старгейт. Старгейт! Ну да, ну, вот это вот, поздний Старгейт, я, если честно, не понимаю. Это... Заметь, сейчас Дарки, причем, сделают дэмэдж, если он... А, нет, вот он сейчас увидел. Увидели, увидели. Да, и сейчас второго апса. Ему пора улетать, он-то не знает, что там пилон, понимаешь, то есть, как бы, они быстро очень придут. Но он делает второго апса для того, чтобы... Да, все, он уже успеет вернуться. Дарки это не только же... А, нет, смотри-ка. Нет, нет, успевает, успевает. Все, все хорошо успевает, да. Да, здесь филд, все, да, Дарк это чувствует, молодец. Пошли ноги от White Rack. То есть, вообще, если сейчас, вот Старгейт проиграет очень жестко этому всему, почему? Потому что здесь ноги и шарики будут. Да, Дарки это не только ценный мех, но и возможность... Вот, то есть, это очень жестко, да, вот, когда ты ставишь базу, то есть, Дарки, там, газы, ты сливаешь шариков, они на такой стадии, и очень жестко ПВП. Единственный вариант, это, ну, вот, критическая масса сталкеров с длинком, что ты продавишь, это все дело. Вот, и непонятно, что сейчас Андердарк вообще может сделать в данной ситуации, то есть, у него Старпорт просто не нужно, остается. А-а-а, он пассивно решает сыграть в нычку. Ну, потому что он видит, что Старпорт уже здесь абсолютно ничего не может сделать, здесь 5 гейтов, то есть, здесь сталкера, могут быть все что угодно. Я вообще не понимаю смысла этого, после этого Старпорта. Если ты уж Старпорт поставил, почему бы Грялочку против Архона не штампануть, там же бонус по Месси выйдет. Ммм, ну, не знаю, до Каркон этого еще нет, он может просто, ты потратишь денег столько, а там будут сталкера, допустим, с блинком. Тут у Вайтера есть здание, и для блинка, и для всего есть, он сейчас после ног сделает блинк, например. Ну, Вайтера, в принципе, армии нет, он без Архонов не отбился бы, никак. Ну, если нападать, пушить, а то уже был бы, да, то может быть. Но, видишь, он решил, что так. Вообще, то есть, в чем минус? Что тут Андердарк еще и Мортал строит, а Мортал это вообще ущербный юнит. Да, против Архонов. Против Архонов, против этой комбинации. Тут ножки, Архоны и, ну, вот Эммортал здесь вообще не ахти. Сейчас еще второго шарика, пилончик вот здесь в краешку, где вот напротив такой штуки на карте, и куда вниз варпишь, пушишь. А вот здесь он даже прямо здесь строит пилоны. А он его продавит просто сейчас. Да, три шарика, сейчас все, это GG, Вайтера сейчас продавливает, и... Ну, это стоит ожидать такого вообще, в принципе, то есть, тут это нормальный расклад. Это все, это GG, то есть, тут ничего не сделать будет абсолютно. Абсолютно. Угу. Имморталы бесполезные. Да, я не понимаю, ну, то есть, может, там Андердарк тренится сейчас нет. То есть, это как бы нового времени-то тему, вот такие всякие пуши, но... Имморталы просто здесь абсолютно бесполезны против этого всего. Колосс есть зато. Да, но не, вот если бы было не два Иммортала, а три колосса здесь, допустим, еще можно было бы что-то сделать с щитом из юнитов впереди, с зилотами, даже без ног хотя бы. То есть, колосса там хоть демидж его наносили, а так это нет. GG-шечка, 1-0, Вайтра выигрывает. Да, дарки получаются очень универсальное оружие. Не факт, что противник пойдет в Robotics, может, с Blink Stalker или та же самая тема с дарками. А если уж, даже несмотря на то, что он пошел, ты можешь выиграть за счет того, что ставишь нычку и через Архонов его Robotics контришь. Потому что некоторое время не может человек вообще ничего сделать, ну, пока колоссов нет, никак тебя не убьет. Ну да, ну, там в том и дело, что или ты, ну, в общем, продавливаешь, или потом плохо. То есть, как бы там, там как выходит, если ты с шариками не напал, то самое, ну, грамотно ставить, конечно, еще бас, допустим, третью делать грейды с двух шаржей, уже там чуть-чуть колоссиков к этому всему добавлять и как-то широким фронтом драться в центре, потому что Protos, который будет с двух бас, он с колоссами, он, ну, его задача просто там, допустим, через WC, чтобы грейда атаку делать там, то есть он делает две-три атаки и Blink добавляет очень много колоссов. Он может с двух бас накопить 200 лимит и выиграть. То есть такое происходило у меня бывало. Вот, и я сам отдавался-то, ну, что на шариков рассчитывал и сам убивал так. Вот, то есть потом это или опережать жестко по грейдам или самому добавлять колоссов к этому всему. Ну, здесь очень UnderDark по экономике сказал в этой ситуации. Микрофон. Угу. Клевый. Так, матч следующий. Только что зашел, да, только что зашел Вайтра в игру, они до двух побед, соответственно, играют. Толдарим алтарь, но здесь-то кто-то должен в четыре гейта сыграть. Ну, здесь нельзя не играть ни в четыре гейта. То есть я видел, корейцы там как-то друг друга обманывали на GSL вот этом там Up and Down. То есть четыре гейта, потом сенты какие-то делали, но... То есть там никакие сентри. Если первый дал артилкеров, второй зилатов, потом третий, то есть ты нападаешь до этого момента, сложно там блокировать что-то на этой карте. И при четких четырех гейтах там практически невозможно отбиться. Угу. Главное просто, если там блинк, то это супербыстрый прийти вовремя. То есть, минус четырех гейтов, то что если ты будешь, ну, подумаешь, оп, он четыре, почему бы мне от обороны, типа, не сыграть, так же четыре не принять его. Минус этого в том, что тебя могут обманывать. Там будет блинк и все, это проигрыш автоматически, допустим, очень быстро, если... Поэтому нужно думать как и об обороне, так и об атаке, то есть там пилончики, где-то рабочего не терять, к силнак, с того видишь, что если человек не идет, то сам должен прийти тогда. Не должен, а обязан. Ну, сейчас посмотрим, наконец-то. Просто, может быть, тут такие стили, что вдвоем просто так не будут играть, допустим. Да, вполне вероятно. Сейчас должны быстро там покикать случайных зрителей, потому что кто-то там через кого-то прыгнул. Опять начинается, ребят, задерживает игру, к сожалению. Ну, ничего. Товарищ только что приехал с ВЦГ, правда он удалил свой комментарий, но я его все равно вижу, он ценный. Смотрел КС, очень хотел посмотреть StarCraft, но, увы, не получилось. Первое, нельзя пройти в игровую зону и посмотреть за игроками, это печально. Второе, на сцене не было StarCraft вообще. Ну, и из последних пунктов интересно, что UnderDark сидит рядом с VyTroy. Вот они сейчас играют вместе и сидят рядышком. Ну да. Кто Кока ментит, спрашивает. Товарищ, это Майкер, меня зовут Майкер. Ведет стрим Сережа, естественно. Ой, нет, не трогай микрофон. А что там, такие звуки, да? Да, да, там такой доныш. Вот представьтесь, по стеклу какой-нибудь бумагой, картоном. Нет, я по столу его двигаю, то есть просто он так прямо чувствителен к этому всему. Он вообще нехороший. Да ладно, да. Вайтера тут установил рабочего на мини-раво. И здесь установил. Чудо микро от Вайтера неожиданно. Я тут съехал со второй кучки, но это не суть важно. И сейчас, правда, вот эти тут начнут ездить. Все, вот это как бы беспредел. Тут надо ловить момент, чтобы один был. То есть если два одновременно, это невозможно их вдвоем одновременно установить. Если ты не робот, блин. Вообще можно, но сложно. Значит, Вайтера у нас красный, андердарк, голубенький. Да. И играют они на карте, если вдруг вы со Старкрафтом знакомы. Так, не очень хорошо. Специфичные здесь, да. Талдарим алтарь. Широкий проход, нет рампы. Но рампа есть, но она широченная и обходится с другой стороны. И здесь чаще всего он играет в четыре гейта. Да. Скорее всего, блинк у обоих. Тринадцатый гейт и заметил этот раз. И Вайтера тратит, а нет, он просто... Или это его такой стиль, или он там просто... Действительно так и планирует, не сразу буст тратит. То есть... Попозже его чуть-чуть потратил. Сейчас они должны уже начинать копить потихонечку энергию в Нексусах. Не, Вайтера тратит третий просто и... То есть он как-то, у него свой взгляд на заспак. Андердарк тоже, кстати. И он тоже потратил, но позже. Ну, вообще, с тремя густами реально отбить. То есть четыре гейтан. Вот, что там чуть позже варп происходит, но на этой карте это может быть критично. То есть там... К тебе уже прибегают, допустим, народ. Вот, и... Оп! Забиливая друг другу рабочих. Вайтера там, этот здесь. Вот, и... В общем-то, если они прибегут, а у тебя юниты только варпятся, то тогда это плохо очень. Потому что могут дэмэдж нанести раньше времени. Вот, и Андердарк четвертый был страстный. И Вайтера тоже, да. То есть они... Фулл экономика. Без второго газа. Ну и четыре гейта, скорее всего, все равно. Просто каждый из них, судя по всему, собирается отбиваться от четвертого гейта. По билду. С хорошей типа экономикой. Как-то так. Пошел разведывательный пилон от рачка. Хорошее место для подварпа. Сразу вниз и к противнику. Плюс этот пилон не палится. Ну тут, смотри, тут через два гейта страта вот эта. То есть она вообще, ну... От четырех гейтов действует, но никогда ты четыре пустаны рабочих чисто тратишь. То есть... Смысл в том, что трех сталкеров быстро получаешь, да? Да, да. Ну вот уже просто буквально... Буквально вот сейчас скоро был бы уже сюда бы пуш. То есть... Можно же понимать, что суть-то в том, что пилон не дать. То есть мне тут пишут это страта МС на Толдарь именно. Если МС это не значит, что как бы это самое уникальное. То есть пилон-то можно куда-нибудь подснекать и... Когда откроется варп, то тогда будет больше как бы гейтов. Больше, ну... Тут четыре как бы строятся, но... В итоге я думаю, что если ты не потеряешь от трех сталкеров ничего, первых в начале ни Зилата, то у тебя будет некое преимущество. Единственное, что тут, да, сложность с постановкой пилонов будет где-либо. Но вот Вайтра, например, уже ставят здесь как бы... Да. И проверил вот здесь у тебя, но... Уже бы могло бы туда что-то варпиться. Так, и Вайтра прогоняет трех, стреляет первый. Сейчас можно было бы ему словить первого сталкера на... Ну, хотя там полей намного меньше на залп целый, но... Это не так уж критично. И у А3 на три рабочих меньше. Вот что еще я могу сказать по этому поводу. Это очень серьезное преимущество. Ой-ой-ой, кажется, Вайтран будет ближе благодаря вот этому вот подвар, по пилону. Кажется, они разминулись. Да-да-да. Но... И это плохо. Да. Пойдут ли размен? Вернется ли Underdark или нет? Я думаю, что он должен вернуться. Потому что... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, возвращается. Это очень плохо тем, что ты тут теряешь пилоны, у тебя нет возможности подвар. Да-да-да. И в итоге у А3 уже больше. Смотри, насколько. То есть... Ой-ой-ой, сейчас... Поймает, поймает! Ой! Вот это больно. Очень больно. Почти минус два сталкера, минус зилот. Блин, но надо было... Это косяк. В А3, конечно, нужно было убивать сталкеров все-таки там. И Underdark криво уводит рабочих. Он... Что, я не понимаю, не умеет их отводить в минералы, что ли? А-а-а-а-я-я-я. Сколько рабочих у... Да-да-да. Похоже, что... Вайтера берет вторую игру. Ну, рабочих не осталось. Вообще не осталось. Их семь штук. Там двадцать три и... И зилки еще сзади такие подходят. Давай. И же четыре зилота, да. И они тут еще нанесут при этом всем дэмэдж жесткий очень. Ой-ой-ой. Окружили сталкера. Такой фейл просто с выходом. Да, думал я, что поинтереснее матчи будут. Конечно, видимо. Может, Underdark сейчас не тренируется. Я не знаю, в чем дело. Но это фейловые игры. То есть, все. Это УДГ. Здесь не убить это уже никак. Ну, вот Вайтра проверил у себя Proxypilon на третьей базе. А противник не проверил. Ну, он рано просто пошел без знания. То есть, он и рабочего отвел. Стоял бы около камней, он вовремя бы это все увидел. То есть, у него было преимущество по Юни там в начале. И... Да, то есть, это такая досадная ошибка. И для ладера-то. А для ВЦГ вообще очень. Так, сейчас пока ничего не предвидится, по-видимому. Пока вроде все спокойно. Нужно посмотреть, что у нас там по сеточке. Кто прошел вперед, какие будут следующие матчи. Сейчас... Сейчас, пацаны. Я вам все прочитаю. А, нет инфы. Вообще нет инфы. По крайней мере, у нас в разделе события. А, Куст выиграл Simple White 2.1. Угу. Это вот данные такие. Так, я на секунду отрублю микрофон, мне тут нужно поговорить. Комментарии. Давайте почитаем комментарии. Внутри новости слышали портажи, там где галерея, там где есть видео. В общем, с главной страницы на ГГ можно уйти. Верните экспант. Экспант вернуть не можем, он загружен на максимум. Если Овнид лагает, выбирайте Low Quality, у него есть такая возможность. Билайн, билайн запилить не могу. К сожалению. Да, у большинства все хорошо с Овнидом. Лагает просто у тех, у кого может быть проблемы с маршрутами, с интернетом, но тогда нужно более маленький поток в Овниде выбирать просто и все. Андердаг зафейлил, надо было спалить в Моник Вайтры тот пилон, пишет Макарон. Да, это было бы правильно, конечно же. Стрелок выиграл. Ну, поздравляем его. Кстати, Стрелок таким образом проходит уже в полуфинал Виннеров. А это значит, что на сегодня для него уже игры закончились. И... Ну, давайте я расскажу еще раз про систему проведения. Два дня будут игры. Сегодня и завтра. Сегодня определятся восемь человек. Два полуфиналиста в Виннерах и, соответственно, в лузерах, когда четыре человека останется. Вот. Учитывая то, что Стрелок выиграл Куста со счетом 2-1 и выиграл Ukraine Star в четвертьфинальном матче, он попадает первым, между прочим, в полуфинал. И идёт спокойненько отдыхать домой. Вообще, завтра будет интереснее в матче. Когда продолжение Зильярд? Нескоро. Мишенька, покажи Пашеньке игры Хэппи Зерга, плиз. Он за него болеет. Пашенька это Пипс написал. Ну, если получится, то конечно же, Паш. Вернее, если пиринг на время. Да никак. Хотя пиринг я могу вернуть. Вот пиринг, это да. Правда, он у многих лагает. Но я верну вам пиринг. Вдруг он у вас хорошо будет работать. Вернул пиринг на странице с трансляцией. Если у кого-то лагает, то можете посмотреть трансляцию там. Так, почему Майкер так мало комментирует? Я много комментирую. И вчера, и в ВЦГ Раш, и сегодня, и завтра. Верните основы, места нет. Ну, прямо скажем, домой стрелок вряд ли поедет до Днепра 400 плюс км. Точно, сори. Сори, забыл. Ну, конечно, он останется. И, естественно, наверняка он там где-то уже снял, где-то будет жить. Тем более, можно посмотреть игры своих соперников на месте проведения. Сейчас возьмет себе что-нибудь попить, покушать и будет с пользой проводить время. Украин старый стрелок выиграл со счетом 2-0. Сейчас пропала возможность выбора потока в Овниде. Это Овнид. Я рестартанул, конечно же, только что поток. Но если он пропадает, тут уж... Разбоним меня, пожалуйста, в чате я больше не буду. Ну, первый момент я не умею разбанивать в чате. Второй момент у нас как бы более жесткая система, чем в детском саду. Я больше не буду. Обычно не это, не действует. Я не знаю, как там по модерированию, но, как правило, не действовало раньше. Так... Блин, каждый раз Овнид падает и поднимается сам звук, сбрасывается на дефолт и приходится убавлять брррр. Могу посоветовать Windows уменьшить уровень звука. Помогает. А если ты являешься счастливым обладателем «семерочки», то можешь заранее настроить звук для каждого из приложений, в том числе и для Овнида. И не благодари Как обстоит ситуация с играми Демаги? Он не играет, так она и обстоит Ждем и начало следующего матча Вот Вайтра есть Блай вроде как в игре, но он был в игре, когда мы уже пришли Кас катает Ладр Ну вот, надо ждать Мониторить вот эти вот матчи При этом еще вас веселить, читать комменты С обновлением сетки сложновато, потому что нигде результаты в первоисточнике не появляются Никто их не обновляет А учитывая то, что мы не на месте А хотя я могу попросить наших товарищей Написал, попросил, посмотрим Сделать Джастин Не могу Стрелок занимается гиревым спортом Ты про то, что у него типаж похож на Такого Дре... Как бы это сказать? На циркача, да? Борода, невысокий рост Борода, невысокий рост, кудри О, а у меня Сережа Неожиданно Так, чего ты тут рассказываешь про стрелка? Про стрелка Там спрашивают товарищ, не занимается ли стрелок гиревым спортом Я пытался понять, с чего он решил, что он может им заниматься И вспомнился такой рисованный персонаж из цирка, который гири перебрасывает с усами Ну да, кстати, есть в чем-то Схватствовал, блин За кого болеешь? Не за кого Сетка обновляется Говорит Крафт Так, а кто вообще? Что сейчас ожидается? Что-нибудь вообще? Да, мы просто ждем, когда в списке вот Блай, Димага, Кас, Вайтра в конце концов Они куда-нибудь зайдут и мы к ним прыгнем Ну да Завтра после финала опять петь будешь? Спрашивает Unown Warrior Такой тролль, блин Не, я уже, естественно, петь больше не буду Пока не будет прямо-таки клевого повода Вот как я у вас что-нибудь попрошу такого большого Типа проголосуете там или еще что-то Это будет моя имба Может, Сереж, тебе что-нибудь нужно? Мне просто ничего не нужно Ну, откуда нужно? Ой, Блай, Блай, Блай в игре От пользователей Запрыгивай А что они могут дать? Какой-то меркантильный, а? Нет, ну, блин Ты так спрашиваешь От компания б не отказался, например, как на ОЦГ Это разыгровка, пишет Ясно, ну давай выйдем тогда Хотя смысл, если можно и так и так Ага, вот, плиз Блай говорит, не Ну давай выйдем, что там, палит действительно У нас это разыгровка Ну, а с кем, я не понимаю Они же друг с другом и играют вроде как или нет Отлично, разыграться до этого Предлагают вайтру привести Сейчас приведем вайтру Вайтра будет по скайпу Более того, там будет картиночка С Лешей Задавайте заранее вопросы в комментариях Клевые, интересные, искрометные Автор лучшего вопроса получит ничего Но просто будет весело Так Сейчас я подготовлюсь к подключению Когда нам ждать сольный альбом в твоем исполнении? Лучше не ждите, естественно Миша, привет, как дела? У вас погода тоже отстой? Да нет, вроде солнышко светит Прохладно, но да Даже у меня сегодня солнышко светит Хотя, да, это вот дождешли Тебя просят сделать стрим с Хоботом Не знаю почему Кого просят? Меня просят? Тебя просят Что это значит вообще, что имеется ввиду Сделать стрим с Хоботом? Ну, есть Хобот, он играет за кого-то там, за зергами Не вместе с ним комментировать или играть надо, не понимаю Видимо, это не столь важно Главное, чтобы вы были вместе Не, ну, как бы этого не будет просто Саму идею не понимаю Спасибо, ты обрадовал Миллионы просто Зрителей Так А что с MLG, кстати? Было MLG, как стрелок выступил? Просто там выкладывают картинку с... КЗ, не, не видел Там что-то было в новостях, но Спроси у Айтры, что он сказал Андердарку после первой игры со стрелком Окей Но я, правда, не понимаю смысла вопроса, если они не играли тупо Кто твой любимый покемон? Вопрос у Айтры Отлично Отлично А у тебя есть любимый покемон? Меня? Да Нет, я бы хотел сказать, что банить таких надо С такими вопросами Ну, я об этом не думал И никакого фанатам не было этого мультика И полностью не смотрел Хотя что-то смотрел, я помню, давно Интересно, что-то было даже Там либо ведут в Айтру, либо не ведут, но если не ведут, то интервью просто будет в записи На ютубе В общем, как обычно Когда с Адольфом 2 на 2 Договорились на завтра, но я что-то боюсь, что с такими задержками на украинских отборочных Мы немного не успеем Там про политическую ситуацию в Украине Понеслась Миша, с твоей демократией американцы скоро начнут Белгород бомбить Это, видимо, про демократию в чате У нас все очень хорошо Мы проводим голосование Выбираем интересные матчи Когда естественный вопрос встает Ну, есть в выборе Баним исключительно за дело Да, американцы соснут Вот по этому поводу, что я могу сказать Развеи, пожалуйста, тему Очень непопытно Не-не По какой причине шансов у них мало? Ну, просто Я имею в виду, в принципе, как бы, в любом случае То есть Особенно по поводу бомбежек Всяги А мне как-то стрёмно За, там, то же самое Противоракетную оборону Москвы Учитывая то, что их центр Палится в Яндекс.Картах Не, ну, это понятно всё Но тут Дело-то не в этом Войны, я думаю, не будет А если будет, то Тогда фигово в теме Так Наша вот красивая трасса С стрелком играл Почему-то Шу-шу-шу-шу-шу-шу Да, весёлый ВЦГ Да, ещё бы игр побольше Это вообще было бы здорово Макер, смотрю стрим с нетбука Подглючивает С чем это связано Слабый процесс Или малооперативной памяти Вот думаю, стоит ли добавить ещё планочку Просто открой диспетчер задачи Посмотри нагрузку на ЦП Если ты смотришь на странице с чатом То выключи чат Потому что он многое требует к процессу А вообще на нетбуках, да, как правило Какие-нибудь атомы Одноядерные 1.6 И может тупо не хватать Для декодирования видео Для флэша Так, что-то тут со звуком Я тебя роботски слышу Какой-то гражданин Спрашивает уже большим буквами Очень много раз Езжу ли я в Апсков Ну, я вообще-то здесь живу Вот, как бы я могу сказать По этому поводу По Варкрафту украинских отборочных нету А за кого ты пойдёшь голосовать? Провокационный вопрос Кто, я, что ли? Ну да Какая разница-то? Ну, не за Единую Россию И не за двух из этих Там предлагают микротурнамент по фасту Пока игр нет Можно, можно попробовать Ну ладно, давай Сейчас я создам Главное не пропустить Сейчас, секундочку В общем, я на секундочку отойду И он действительно отошёл Макер, ты думаешь, что какой-нибудь дурак Будет бомбить город, который На хрен никому не нужен Обычно бомбят ключевые точки Военной базы, центра связи Да я согласен В этом плане В Белгороде Даже можно не заморачиваться По поводу убежища Хотя нет Наверное, стоит будет Ближе к теме заморочиться Продукты есть Заготовим Сможем лет 15 провести В клёвом иютном убежище Жень Как думаешь? Я даже пару моментов продумывал В этом плане Где лучше? Ну, это весело, на самом деле И потом начнётся совсем другая жизнь Есть много интересных фильмов на эту тему И игр в том числе Fallout 1 и 2 Поиграть Атмосферой пропитаться Ну, я думаю, что не будем Затрагивать эту Опа, Димага, Димага Чёрт А у нас уже Добавляем в конференцию сейчас Алё Алё Да, беда И не слышно, и видно не будет Некоторое время В общем У нас уже игра Можете записать Вью И на Ютуб Нет, сек-сек-сек-сек-сек-сек-сек-сек Сек-а, блин Фак Не все зашли Ну, видимо, сейчас будет ре Я полагаю Так, я здесь? Да, ты вовремя пришёл Сейчас, скорее всего, ре будет Ре чего? Ре игры А может и не будет Сейчас ре спрашивает Нет, говорит Димага Беда Короче Серёж, давай тогда это самое А, там Димага с кем-то играет Да, вообще Клёво Ну, ничего страшного Димага играет с Рэйчи Рич Кто скрывается под этим никнеймом? Константин Эл Всё ли по всему Ой, что у тебя там? Тихо Нет Так, это... О, боже, это откуда? Вот я сомневаюсь Короче, это товарищ конференции Не, не, не Не надо Да, я думаю, смотри Это у нас кто-то Слышишь, здесь ещё есть? Да я вижу Я конференцию пытаюсь Удалить из списка Нет, не удалите списка Контактов Да блин Всё, удалил из списка Контактов И блокирую пользователя При этом ещё Серёж, ты здесь? Да, я здесь Всё, я слышу Ещё стрим параллельно Где-то там удаляешь Печал Угоди, а где Димага с тираном играет? С каким-то или? Миша Да, Димага играет с тираном А что это за тиран? Это вот этот, который первый тур у неё У него Да, видимо Константин Какой-то там В общем, ладно Давай По игре тогда Потихонечку Тиран, я видел его никнейм Несколько раз На стримах Он попадался Видимо в мастер-лиге играет Или Ты с ним не встречался? Не знаком тебе? Нет, ни разу вообще Не попадался Не припомню Может, ты попадался Но если не припомню Значит, может быть Максимум раз То есть Следва Я уже запомнил бы поединок То есть Не припоминаю Даже на Таком Запасном Рандомном аккаунте Не припомню Ну и что Попадался И Сашечка Сразу после первого Жемарика Нормальное начало Беспалево Так Да И даже если там Разведка подойдет Ну то есть Спалит тут же На пофиг Может зайти И посмотреть Димаговая база Тоже тут Но все равно В общем-то Это дает Зергу Вообще Право Халявить Жестко Пытается еще Напугать Он его Бункером Хотя Учитывая то Что на золнаге Стоит рабочий И все как бы Палит Димага прекрасно Я полагаю Понимает Ну тут Собачки Да Выбежали Что вы Марик Такой Солдату Вольно Что это Зря он так Делает Вышла Клина Первая Хотя у меня Сейчас он Долго Тянуть Не будет Поехал Уже Рабочий Вниз Или Влево Вниз А вот Где Лучше Все-таки Нычку Ставить Зергу Вроде Бежать Проще До Центральной Базы Ближе Бежать Опухоль Разрастаться Ну нет С Сираном Я думаю Ту Потому что Тут и рампа И На Кселнагу Можешь занять Танками Напрягать Как-нибудь Плюс Там рядом Горка Как-нибудь Задропнуть Туда Может Чего-нибудь Я не знаю Так что Лучше Здесь Я думаю И сейчас Просто Все что Все что угодно Может делать Сейчас Димага Первое Это штамповать Много-много Рабов А там Выход В Баньши Что Или Это Что А зачем Я не пойму Просто Два стерапорта Без пристроек На лабу Вот в чем дело А да Лаба-лаба С них самих Будет строить Видимо И здесь Для гелионов Какое-то Это То есть Наверное Он может Одной С реактором Пристройки Поменять Не будет С реактором Меняться Странно То есть Какие-то Уникальные Стратегии У этого Тирана При этом На инвис Мы не хватит Это просто Мазбаньши Будут Скорее всего Ну с гелионами Да Выходит Что А это Не может Быть Аллайн Какой-нибудь Ну видимо Это так Есть Только Он не Заказывает Почему-то Ничего Пока Только Он Мариков Отдает Просто Халяву Да Просто 10 секунд Где-то Не заказывал Лопу Прибежали Деньги Да Все Сожрали Гелионы Прогнали Здесь Ну кстати Инвис Инвис Пошел Накопил Газа Но Газа У него Не хватает Он Здесь Не Нужен Здесь Четырьмя Баншами На третью Базу Лететь Будет Да И то Если Ты Убиваешь Со второй Выходит Инфестор И Они Даже Уйдут К четырем Баншам Уже Прилеты То есть Ты третьего Не потеряешь Вообще В принципе Плюс БВ Можно Там Поставить Одну Штучку Как Унете Пушечку То есть План Террано Уже Обречен К сожалению На провал Димага Идет Ставить Четвертую Хату Что ли Вниз Вот Это Рабочий Или Это Просто Точка Сбора Да Точка Сбора Да Это Видимо Собаки Пытаются Окружить Гелионов Минус Один Подгрызают Остажили Пожили Ну Эти тоже Обречены Красные ХП Они Выжигают Последних Псов 5 киллсов Они Ничего И не Выжигают В принципе То есть Если бы Терран Не терял Эти Гелионов То Может С баншами Вместе Что Ни Сделал В общем Полетел Терран Там Уже Четыре Еще Стоит Уже Можно Было Сделать Ухо Десять Гелионов Четыре Банши Например Это Хоть Что Было Опа Кажется Оверлорды Да Да Мимо Летят Прямо Я думаю Что Видео Нахватило Все Увидел Три Банши Сейчас Сюда Пухли